Все хотят видеть последний приют своих родственников, близких людей в хорошем состоянии. Однако, к сожалению, в нашей реальности дело обстоит не совсем так, как хотелось бы. Тему состояния кладбища в местечке Никольское мы уже поднимали несколько лет назад. Фурмановцы жаловались на то, что контейнерных площадок мало, состояние их удручающее. Около ящиков навален мусор. Времени с того репортажа прошло немало, а ничего не изменилось и по сей день. Горы травы и остатки похоронной атрибутики по-прежнему навалены около контейнеров. Служащих уже не свой век. Кроме того, эти кучи везде, по всему периметру кладбища. Вина, конечно, здесь и самих жителей города, которые, убирая свои могилы, вырывают выросшую траву и бросают на соседнее захоронение. Вот у меня мама лежит уже 30 лет. И я из года в год мучаюсь, убираю. Напротив ее могилы, через 50 сантиметров, ну метра, мы убираем свалку. То есть валят люди? Валят люди. Контейнеры стоят, все стоит, но круглосуточные, за годные валят. Не донести. И контейнеры в беспорядке всегда бывают. Валят. И должны и граждане, и ворота, и охранник сидеть. В больших городах так заведено. Кладбищи всегда огорожены. Проходят через сторожа. Сторож охраняет, смотрит, обходит, проверяет порядок. Предупреждает, учит. Правильно? У нас такого нет. А у нас нет здесь. Кто как может. 20 с лишним лет, вот здесь, напротив, постоянно вот эта куча. То она больше, то она меньше. Но она постоянно. Проходим. У нас, где мы живем, в Тольятти, там нет такого безобразия. Там кладбище. Как сказать, вот у меня отец похоронен. Хожу я туда. Там за оградой мусорка, которая убирается. И туда все сносят. На кладбище вот есть вода проведена, чтобы люди могли полить. Вот, ну, оградки, видите, разные. Где-то земелька и цветочки посажены. Руки помыть. Налить, ну, в смысле, попить, полить и помыть. И сделана плитка, тропинки. Вот здесь вот тропинка, видите, как, что. А у нас тропинки, тропинки, не тропинки, а именно плиты поставлены. Когда бы приехать и не увидеть вот этого безобразия. Когда-то было бы хорошо, конечно. Кто же должен отвечать за чистоту на городском кладбище? Какие службы этим занимаются? И когда здесь будет наведен образцовый порядок? Чтобы не было стыдно жителям нашего города за состояние этого места памяти. Эти вопросы мы задали главе городского поселения Олегу Вячеславовичу Прохорову. Если раньше-то наше поколение помнит, у нас там и сторожки на каждом кладбище были, и сторожа были в том числе. Ну, как бы все. И, естественно, смотрели за порядком. Ну, и плюсом ко всему уборки вот эти проводились. На сегодняшний момент только мы, как депутаты, на добровольных началах. Мы отчасти, где есть сигнал, вот там мы делали, очищали переход, так называемый, татарскому кладбищу. То есть ежегодно мы там проводим уборку своими силами, силами депутатов. Ну, плюсом ко всему, конечно, надо дать должное. Седьмой лицей нам помогал. В плане в том году выделяли своих обучаемых, которые нам тоже оказали посильную помощь. На сегодняшний момент он не уборкой, а вывозом. Мусором занимается наша организация МОБЖКХ, в которой в администрации непосредственно заключен контракт. Разработан график. Будут с августа месяца вывозить по пятницам два раза в месяц. Весь мусор, и крупногабаритный в том числе. Кроме всего, на сегодняшний момент еще выделены денежные средства по уборке поваленных деревьев, которые также имеют место выйти на кладбище. То есть, эта работа также будет проводиться данной организацией, которую я назвал МОБЖКХ. Ну, я надеюсь, что вот те деревья, которые были свалены после непогоды, будут все убраны.